У нас тоже должна быть дочка, потому что сын не канает. У меня тоже будет дочка, что у нас в семье дочки, девочки. Длина волосая будет. Чисто Алена психанула, Алена неделю тошнит, всё понятно. Чисто Алена психанула, Алена неделю тошнит, ага, значит, наверное, Алена, значит, наверное, Илья постарался. У тебя когда были эти дни? Ну, полмесяца назад. Да нет. Так, полмесяца назад. Ну, у нас же был секс. И чё? Но. Но. Послемесячно. Но. Но. И был секс неаккуратный. Ты уверен? Да. Да. Ой, Господи. Что? Кстати, мне нельзя шутить, поэтому я не могу об этом серьёзно разговаривать, потому что я с такими вещами вообще не шучу никогда. А какие шутки? На шутника похожи? Я просто... Ну, как будет, так и будет, Господи. Мать чё сказала? Мать сказала, женитесь, рожайте. Приедет, будет воспитывать нашу, эти не хотят, будут нашу воспитывать. Семья Дмитренко, Рапунцель, 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 Рапунцель и всё, что с этим связано. Ну, сегодня вы нас шокировали, конечно, новостью. Я-то думала, что за новостью на нашем телепроекте отвечают Оля и Дима Рапунцель. Как выяснилось, младшенькая тоже может нас шокировать. Ребята, вас можно поздравлять уже? Нет, конечно, надо что. Это же вы об этом сказали. Как-то мы. Смотри, все признаки налицо. Неделя Алену тошнит. Она сама об этом говорит всем. У неё перепады настроения. Неделя-две уже. Солёные огурцы она ела? Ела. Ты не помнишь, когда в последний раз у неё были, прости, женские дни? Помню. Ну, это сейчас ты говоришь. Всё в совокупности, плюс ваши намёки на предвариловки и так далее. Всё в совокупности говорит о том, что вы сами думаете, что Алена беременна. Да мы просто шутили на предвариловки. И заставляете думать нас так же. Да нет, это... Ладно, Оля, это просто то, что предвариловки... Да, то, что меня тошнит неделю, это так и есть. Потому что, не знаю, может быть, это из-за нервов. Не знаю почему. А с чего вдруг тошнит? На улице шикарная погода, весна, свежий воздух. Солёный огурцы ты запивала апельсиновым соком. Кстати, когда у меня мама была беременная моя, она солёное любила есть. Нет, а кто-то сладкое любит. У Оли Рапунцель так же начиналась беременность. Она отнекивалась, а потом оказалась беременна. Нет, ну солёного огурца апельсиновым соком кто запивает? Только беременна. Короче, мама сегодня сказала, мама сказала, когда уезжала, и сказала, ребята, женитесь, рожайте, я только буду рада. То есть мама как в воду глядела, да? Ну не знаю, к чему она это сказала. Вы тест сделали? Нет. Вы оттягиваете момент? Какая разница, вы узнаете сегодня, что Алена беременна, или через две недели? Наверное, лучше знать сразу? Ну обычно... Или нет, беременна. Лучше сразу сейчас знать результат, чем ждать две недели. Я предлагаю, знаете что? Я предлагаю посоветоваться с сестрой. Она специалист в этом деле, она точно знает, как протекать беременность. И заодно Олечка может поздравить свою младшую сестру с тем, что, возможно, она станет скоро мамой. Дайте мне телефон, пожалуйста, администраторы. Вы нормальные люди вообще? Олька думала, она одна, у нас беременна будет на проекте. Оказывается, нет. Мы рады за вас искренне. Алло? Алло, Димочка, привет, это Оля Бузова. Привет, привет, Олечка. Привет, Димуль, дай, пожалуйста, Олечке трубку, совет нужен. Не касается тебя и ваших отношений, не переживай. Просто совет реальный. Хорошо, поздаю. Да, чтоб не нервничать. Вы не слышали телефон, пропустим столько вас. У нас подосельки. Я поняла, Олечка, буквально тебя на 5 минут, даже меньше, пару минут. Смотри, Оль, ты беременная была, ты точно знаешь, как это все протекает. Вот скажи мне, если неделю тошнит, огурцы ты запиваешь апельсиновым соком, истерика на истерике, вот скажи, это, как ты считаешь, это не могут быть признаки беременности? Ну, как мне это все знакомо, естественно, симптомы, ну, беременности. А есть такое, что вот за километр запахи, допустим, живет на втором этаже, а на первом этаже слышит, чувствует, как кто-то что-то готовит. Вот, вот, вот. Это все, это все у тебя было то же самое, да, Оляш? Конечно, на все это ароматы, на форсунки, на смесь, я прямо сошла на голову. Я сразу знала, что у меня значит будет дочка. Ага. А у кого это? Вы про кого там? Кто там забеременел? Тогда, Олечка, я спешу тебя обрадовать. Ты станешь тетей. Ну, ладно, ну, что вы... Ну, подожди, выводы делаете очень рано. Я тебе сильно... Может быть, ну, я не знаю, может быть, Аленка там, ну, бывает там, может, чувствует себя неважно. Не означает, что она в положении. Может, это страшно. Может, съела что-то не то. А, съела. Нет, признаки беременности, но если эти признаки у Алены, то она просто съела что-то не то. Нет, ну, я буду очень рада. Я счастлива. А ведь это такое огромное счастье. Да просто не передать. Олечка, ты спрашиваешь, что на кого дочь наша похожа? Когда она родилась, на папу похожа. А сейчас на меня похожа. Знаешь, как детки меняются? Вообще прям каждый день. Все такое новое, необычное. Ну, здорово. Все интересно наблюдать. Я рада, Аля, что у тебя сейчас такой веселый голосочек. Чувствуется, что у вас сегодня все хорошо, что вы вместе. В общем, пока это все, конечно, под вопросом. Только сегодня мы узнали состояние Аленочки, но тест она делать пока отказывается, боится. А почему? Ну, дай бог, чтобы все было хорошо. Мы поможем. Я сестра старшая, я уже на опыте. Так, а сейчас дай, Оль, даю трубку Аленочке. Хорошо. Давайте. Олечка, привет. Привет, Аленочка. Привет, моя сестренка. Слушай, тут просто такая ситуация. Я просто сейчас чуть-чуть не понимаю, что происходит. А вот, ну, в общем... Подожди, а вы что, не протокраняете? Что это? Это не должно быть в браке рождаться и в любимое хорошее. Мало того, чтобы женились. Вот, ладно. Это вопрос Хибаровы. Ну, я вообще просто не знаю, как об этом говорить. Я просто не понимаю, что происходит сейчас. В общем, просто понимаешь, я не делала тест, да, потому что я как бы не... Мне не было в голове мысли, что там, может, я беременна и так далее. Вот, но мама сказала нам так. Даже если это так, потому что я с вами присутствовала и так же слышала, когда мне сказали, что Алена, может быть, ты беременна? Мама сказала, что она будет рада. Да, рожайте, женитесь, и я буду счастлива только. Вот так. Ребят, ну что думаете все? Саш, ты переживал беременную женщину, знаешь об этих симптомах, не понаслышке. Да, 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 я знаю об этих симптомах, и я на самом деле все-таки надеюсь, что Алену просто тошнит от Ебарова уже. Вот. Я... А может от соседей? Подожди, я вообще... Да, я просто думаю, как можно отговорить. Я вообще... Пусть даже от соседей. Я вообще всегда за детей, да, и все остальное. Но если ребенок родится, это огромное счастье будет. Но я считаю, что ребята пока еще не готовы. Потому что сейчас, да, это весело, то есть это клево, это радость и все остальное. Но вы посмотрите немножечко дальше. Вы посмотрите вперед немножко. То есть всю жизнь проект вас поддерживать не будет. А чего-то такого за периметром... Я просто не хочу сейчас никого обидеть, я просто хочу, чтобы вы понимали ответственность. И серьезно подходили к этому вопросу. Потому что я Илью знаю давно, и когда-то спрашивал его, почему ты машину себе не купишь? Он говорит, да я на квартиру коплю. Ну, по сути, как бы ты даже алименты не платил, накопилась огромная куча. Какая огромная куча, Саша? Чего ты взял, чтобы меня вообще, в смысле, накопилась огромная куча алиментов? Ты говорил о том, что ты же пришел сюда и сказал, что у меня огромная куча алиментов. Ну, какая огромная сумма, Саша? 300 тысяч. Вот ты знаешь, что я коплю? 300 тысяч. Я коплю, да, на квартиру, Алена знает, Алена даже знает, где дома деньги лежат, Саша. Если мне поехать там машину купить, как у тебя, я ее могу без проблем завтра поехать купить такую машину. Я не хочу такую машину, например, я хочу новую себе машину. Ильюха, Илья. Как у Бузовой, например. У меня не лучшая машина. Я тоже не хочу деньги на квартиру. Ильюха, дай мне не высказать. Давай, давай. Я все-таки думаю, что это неправда, потому что если у тебя есть деньги на квартиру, ты откладываешь, что в первую очередь, Илья, я надеюсь, что это неправда, потому что для меня тогда ты еще более безответственный человек, если ты откладываешь деньги на квартиру, а своему ребенку не можешь заплатить денег и копишь 300 тысяч долгов алиментов. Я не понимаю тоже, почему Саша постоянно всех приравнивает к себе. Саш, ты вот реально сидишь на таких же правах, как и Ебаров, на этой же досточке тут же, так же сидишь. Благо, что ты раньше успел жениться три раза, благо, что ты успел ребенка сделать, тебе просто повезло. А его звездный счастье сейчас настанет. Ребенка сейчас они сделают. Нет, я не говорю об этом, что в воле, я говорю об ответственности, когда у Ли отсутствует напрочь. Саша, у тебя тоже отсутствует. Что значит отсутствует, когда у тебя есть ребенок? Ребенок дома спит, ты здесь сидишь на лавке с Ебаровым, это тоже ненормально. В смысле ребенок дома спит, ты здесь сидишь? Не, вон, прилип, пожалуйста, я своего ребенка каждый день в садик отмечу. А он его еще отвезет. Саша, да мы не о себе. Саша, да мы не о себе. Что все впереди, отвезет ребенка. Тишина, тишина, тишина. Подождите, тогда давай говорить правду. Не надо бросить. Да нет, Саша, да мы не о тебе, не о твоих детях. Сколько-то лежит, и ты какую-то там супер сверхъестественную машину себе хочешь скупить. Саша, угомонись. Блин, просто-напросто алименты своему целу. Саша, у тебя там не меньше было. Саша, Саша, Ален, запеременела. Куда ты сейчас вот не про то разговариваешь? Я говорю про ответственность и про серьезность. Саша, тебя женщина бросила. А он не заметил. Ты будешь всегда там сидеть. Все, здесь места больше нет для тебя. Пожалуйста, господи. Гобоза. Я тебе серьезно. Я смотрю, ты сразу новую нашел девушку на себе, да? Вот сидите. Ну хорошо, вот и здесь сидите. Гобозов разошелся что-то. Что случилось тогда? Я могу сказать, что единственное, с чем я согласна, и в словах Саши Гобозовой, и на этом можно было, в принципе, с этого начать и этим закончить, что это лишний повод действительно задуматься об ответственности. Если вы сделаете в ближайшее время тест на беременность, это как раз и покажет вашу ответственность и ваше серьезное отношение к друг другу, к детям и к желанию быть вместе. Поэтому доказать Гобозову свою ответственность вы сможете именно таким способом. Я хочу, чтобы мы уже говорили по факту. Сейчас это если бы да кабы. Просто, Аленочка, если это действительно так, тогда нужно полностью перестраивать график и свою жизнь. Ты прекрасно знаешь. Если вы уже так заговорили, понимаете, то, естественно, я сделаю. И для спокойствия я сейчас... Смотри, давайте так. Тесты у нас есть, мы никого никогда заставлять ничего делать не будем. Ваша жизнь. Тесты на беременность у нас есть. А дальше, Ален, это уже твое желание и твоя ответственность. Тесты на беременность.